Снакомьтесь, народный художник Российской Федерации, действительный член Российской Академии Художеств, доктор искусствоведения, профессор Московской Государственной Художественной Академии имени Строганова, Валерий Александрович Малолетков. Директор Балаковского филиала Радищевского музея Наталья Шконда долго перечисляла заслуги нового гостя. Валерий Малолетков представил публике передвижную выставку, на открытие которой собралось очень много ценителей искусства. Многие из них приехали заранее и смогли познакомиться с работами художника перед торжественным открытием. Если бы меня в двух словах попросили описать выставку, я бы сказала, что это неожиданно и странно. Работы художника притягивают взгляд, и возле каждой из них можно простоять очень долго, пытаясь постичь их глубокий смысл. Как вы могли бы охарактеризовать эти работы? Очень необычно. Во-первых, я в такой интерпретации еще ни разу не видела произведения. Цитовая гамма очень интересная и красивая. Вы для себя уже выбрали какую-то работу? Понравились вот эти как раз, где я застрелила свое внимание, вот те работы мне очень понравились. Особенно вот выпуклые, объемные лица. И я ее называла, почему-то у меня ассоциация, что маски. На нас очень много, бывает очень много масок. И вот с какой стороны не посмотри, мы бываем разные. Вот в этой картине вот почему-то увидела так ее. Очень оригинально вот эта керамика. Она все-таки не очень распространена. Все привыкли, что керамика это кжель там, что там, подобные вот эти славянские мотивы. Здесь мы видим вообще очень глубокий смысл заключен практически в каждом произведении. Кусочек души, что ли. Потрясающе. Мне нравится. Валерий Малолетков – мастер современного декоративного искусства. Рельефы, скульптура, композиции из фарфора, фаянса и керамики, а также авторская графика, фотография и монументальное искусство, созданное за последние годы. Мастер нередко использует форму сосуда или чаши, которые он воспринимает как пространство для решения сложных духовных и материальных отношений между современным человеком и природой. Валерий Малолетков использует язык метафор, и это позволяет рассмотреть судьбу человека в пределах условного пространства. У нас идея передвижных выставок, она ведь родилась передвижниками. Но передвижники, как правило, это были живописы, хотя все передвижники ведущие, как это ни странно, мало кто знает, занимались керамикой. Репин занимался керамикой, Серов занимался, Вашнецов, Врубель, вообще гений просто во всех отношениях. То есть вот этот отрезок какого-то отношения художественного материала, материала художника к материалу, для меня очень важен. Потому что мы все, в общем, имеем представление довольно узкое о том, что это обязательно либо чашечка, либо вазочка, а о том, что это полноценный и, может быть, самый первый художественный материал еще до появления массовой живописи, мы, к сожалению, знаем гораздо меньше. Вот. И в этом есть некая такая миссия. Об этом немножко напомнить о том, что в этом материале можно создавать точно так же философские произведения, лирические, романтические и чисто формальные. Потому что есть задачи каждый раз, каждый возраст, каждая задача заставляет ставить новые и новые творческие какие-то проблемы и попытаться их решить. Начали для себя, а потом попытаться донести их до зрителя. Художник успешно работает в различных керамических материалах – фарфоре, каменной масте, терракоте, шамотной глине и фаянсе, что позволяет ему создавать как произведения монументально-декоративного искусства, предназначенные для архитектуры и ландшафтной среды, так и уникальные выставочные арт-объекты. Самая крупная работа, которую я сделал, она вошла в книгу рекордов Гиннесса. Это декоративные рельефы для музея палеонтологии в Москве Российской Академии наук. Там общий объем наших работ составляет где-то 550 квадратных метров. Таких объектов нет просто в мире. Может, воспоминания только с Вавилоном вызвать, с Ассирией, то есть с древними культурами, которые уже давно исчезли. И остатки их мы можем только в Берлинском музее иметь, где-то в руинированном, в Берлинском, в Британском музее. Как рассказывает мастер, одновременно он может трудиться над 20 работами, потому что как только идея возникла, ее надо сразу начинать реализовывать, иначе она так и останется в виде карандашного наброска. Его работы охватывают совершенно разные темы – мифологические, религиозные, исторические, литературные и бытовые. Заглянуть в чашу судьбы Валерия Малолеткова балаковцы смогут до 30 января. Напомним, арт-проект представлен в филиале Радичевского музея.